Друзья, всем привет! Сегодня, как я ранее и говорил, постараюсь переплавить свой воск И приехал в центр помощи начинающим пчеловодам Аплимир Который находится в городе Жлобине И здесь сегодня хочу на автоматической линии сделать со своего воска вощину И, конечно, использование у себя на пчелоферме Поэтому вкратце покажем вам, как этот процесс производится Немного расскажем Оставайтесь с нами Сейчас немного пройдемся по линии И Александрова скоро расскажет вам по принципе устройству Как все производится Ну и дополнительно поснимаем каждый узел отдельно Если кому-то полезно Да, всем привет! Линия долгожданная Долгого ждали Наконец-то в Новый год ее получили Растабожили все Линия турецкая, аналог немецкой речи В принципе довольны, все работает, все классно Если так по ступенькам рассказать, то что Получаем восковое сырье Привозят люди в воск Воск желательно, чтобы был максимально очищен Потому что это ваши овощи Загружаем ее в бак Идет процесс томления около 5-6 часов То есть воск по секунду расплавляется Жидко состоящее Потом выставляем температуру 130 При 130 сидит делаем дезинфекцию Выдерживаем часа 2 Потом все этот термо-бак Закрываем ее, оставляем на ночь На ночь воск отдыхает И с утра вот приходим Температура примерно по 110 градусов Еще ждем пока остынет до рабочей Рабочая температура уже около 70-75 градусов Ну потом запускаем линию Воск с основного резервуа Пересекает дополнительный мини-бак Тут он тоже греется Дополнительно еще фильтруется мелкой сеткой Ну и уже самосеком попадает на вальцы И формуется лента Размер выставляется абсолютно любой Ширина, длина То есть любые ваши потребности и характеристики Производительность это в районе 16 кг в час Что касается воска То с опытным куцом Так скажем уже Получили то, что С чисто запускного воска Вощина получается очень крупная Вот как языки достаем С улья Вот такой же план То есть желательно, чтобы Еще и зеленого воска было процентов 20 Тогда вощина получается шикарно Вот сюда загружается Производится загрузка воска Вот так вот бак выглядит Такой объем Прогревается И воск в расплавленном виде Подается в саму линию Далее С бака Вот кран подогревается здесь тенами Особенно это актуально в холодное время года Когда зимой производство идет Чтобы воск не застывал Подогреваемый тоже теном Желоб По которому в дальнейшем с бака воск попадает Опять же В емкость, которая по бокам подогревается И здесь уже регулируется Подача струи на валки За счет чего регулируется ширина листа И мы уходим на рабочий диапазон Валки с двух сторон Охлаждаются Наносится охлаждаемая жидкость Это вода с хозяйственным мылом Для того, чтобы не было прилипания Горячего воска к волкам И у нас сформировался лист Далее лист После формирования волков Поступает на вальцы И по вальцам идет К ножу Который уже После Обрезки И установки ширины листа Который нам необходим Он идет дальше на обрезку Под автоматический нож Формируется лист Лист получается формата 260х410 Ориентировочно Но опять же повторюсь В зависимости от того Какой нам нужен размер Либо под 145 рамки Либо может быть Не стандарт какой-то пошире Этой линии можно это все выводить Поэтому На линии также имеется Автоматическое управление Нагревом температуры бака Как в самом баке Где расплавлен гвозд Так и Наверное регулируется Температура Перед подачей на валки Все автоматизировано Чтобы сказать Что процесс сложный Нет Но Это производственное Технологическое оборудование Которое тоже Имеет свойства Необходимое знание Наладка И умение Так что Александр с этим Очень хорошо справляется Знакомый мы уже С самого открытия Пемира Был я у них На лекциях На вебинарах Тоже желающие Начинающие пчеловоды Рекомендую Посетить Потому что Проходят обучение Ввод в курс В дело Пчеловождению И отсюда Можно подчеркнуть Для себя Какие-то неакции По Пчеловодству Друзья В предыдущих роликах Вот ссылочка Можете посмотреть Как я изготавливал Свои 22 килограмма Воска Переплавлял Кустарным способом На даче В принципе И вот С них получится Вот такая вот Вощина Для моих Пчел Вернется обратно На родину Это самый главный Критерий Наверное В пчеловодстве Стремиться к тому Что ваш воск Здесь переработан Врата вам Отправить На пасеку Это будет гарантия Того Что Все будет Качественно И хорошо Вот Идет такой сигнал Когда полная платформа И Снимаются Пачки воска Дальнейшее Его необходимо Просушить Так как Небольшая влага Есть Оставить На сутки Вот Посмотрите Какая Какого цвета И насыщена Это Вощина Максимум Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Технологический процесс Закончился И получилось Вот такое Количество Овощины Смотрите Какого она цвета Субтитры создавал DimaTorzok И здесь Вот снизу Тоже А после Окончания Технологического Процесса Остается Такая вот Мерва Мерва И Часть Такого вот Воска Не Осевшего С краплениями Может быть Мервы Либо Какими-то Примесями Сейчас Забираю Воск И Уже Следующая Партия Готова К загрузке Сейчас Посмотрим Как оно В баке Расплавляется Вот так Вот происходит Загрузка Воска В бак Баковины Нагреваются Тенами Видите Насколько Разного Размера Бывают Я давно Говорю Что Счастье В простом И на самом Деле Моя душа Сейчас Радуется Так как С того Что я Изначально Переплавлял С рамок Получались Большие Катанки Восковые В ведрах Где-то Выстаивались И вот Видя то Что получилось В итоге И будет Применяться У меня На пасеке На самом Деле Просто Радуюсь Хочу Сказать Большое Спасибо Войску Александру Потому Потому Что Без Его Помощи Я бы Этого Ну Просто Не смог В таком Количестве Произвести И Рекомендую Вам Обращаться Вот На эту Линию Вполне Она Зарекомендовала Забрал Я Воск Домой Получилось У меня Загружали Мы 22 300 Грамм 22 килограмма 300 Грамм И Вышло Мне Уже Готово Вот В Такой Вощины Очень Высокого Качества 19 Килограмм Тоже 300 Грамм Ну Где-то Ушел Килограмм Это Там На Мерва Воск Осадок На дне Плюс Технологические Расходы Поэтому Что Могу Сказать Очень Хорошего Качества Вижу Обжатие Конечно Не знаю Может быть Изготовление Ручной Вощины Тоже Такого Же Качества Будет В будущем Возможно Попробовать Для себя Экспериментально Но Понимаю Что Все Мои Труды Здесь Такой Объем Вощины Который Мне Хватит Не на Один Год Поэтому У пчел Буду Понимать Что Натуральное Сырье Вощина Без Без Добавления Парафина Либо Еще Каких Заменяющих Веществ Мне Кажется Семьи Это Все Примут И Будут Развиваться Более Быстро Отстраивать С ее Может быть Более Быстро И Таким Планом Я возьму Воборот Эту Один День Отдать Привезти Второй День Приехать Забрать Что Могу Сказать Начинающим Пчеловодам Стремитесь Чтобы На пасеке Было Больше Натурального Смотрите За ульями Так Как Это Их Дома И Тогда Все Будет Хорошо Один Лист Вощины Весит Она Еще Немного Влажная После Волков И Уже Которая Подсохшая Один Лист Вощины Весит 80 Грамм Данная Вощина У меня Еще Полежит Дома Чтобы Испарить Часть Влаги Которая Здесь Присутствует Но Обжать Я Просто Не могу Передать На камеру Насколько Оно Просматривается Печатка Такая Структура Шестигранника И плюс Еще Вощина Максимум А запах Ну я Просто Не могу Передать Это Словами Так что Друзья Заходите На канал Подписывайтесь И будем Встречаться В следующих Видео Всем пока Пока С вами был я Сергей Лошкевич До новых встреч Продолжение следует... Продолжение следует...